Здравствуйте! В эфире программа «Про здоровье» с вами Раиса Киян. Сегодня у нас в студии заведующая отделением неврологии СП Никольская, врач-невролог Чернова Наталья Николаевна. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, сейчас очень много случаев заболевания инсультов. На самом деле не только у взрослых людей, но и у молодого поколения. Вообще с чем это связано? Почему возникает инсульт? Факторов риска инсультов очень много. Это может быть как артериальная гипертония, мерцательная аритмия, это может среди недостаточность, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина, также атеросклероз сосудов. А в молодом возрасте может быть как F-сидром, то есть это генетическая расположенность, заболевание с твердленностью крови, также могут быть врожденные аномалии, это аневризма и мальформация головного мозга. Как вообще предупредить можно инсульт, чтобы этого не произошло? Есть какая-то профилактика даже? Предупредить инсульт можно, это важно соблюдать диспансеризацию, своевременно обратиться к врачу. Вот также это здоровый образ жизни, контроль артериального давления. Что еще? Может быть, вот расскажите про какие первые и вообще основные признаки инсульта, чтобы у нас даже наши зрители понимали, в случае чего можно сразу уже срочно даже обращаться к врачу. Первые признаки могут быть, это высокое давление, большинство 80 до 200, это может быть асимметрия лица, анемия или слабость конечностей, это может быть выраженное головокружение, резкая внезапная головная боль, также теплопит, отвоение в глазах. То есть вот даже если фильмы посмотреть, многие говорят, улыбнись. То есть если получается начинается с 7-3, мы неровно улыбаемся. Нам нужно срочно вызывать скорую. Срочно. Наталья Николаевна, от чего вообще появляются межпозвоночные грыжи? Потому что многие думают, что мы занимаемся спортом, да, конечно, мы носим тяжести, особенно девушки, парни, у нас появляются межпозвоночные грыжи. Может быть, стоит делать какие-то массажи, может быть, какие-то упражнения, или все-таки это, если мы говорим об удалении грыж, то это только операционный метод? Основное заболевание межпозвоночной грыжи начинается с остеохондроза. Это может быть фактором риска. Это сидячий образ жизни, это лишний вес и нехватка физической активности. Межпозвоночные диски не имеют прямого кровоснабжения. Они подпитывают влагу с прилежащих позвонков. Например, если у человека сидячая работа за компьютером, он сел в 9 утра, то есть межпозвоночные диски, они сжались и встал, например, в 18 часов вечера, они разжались. То есть весь день они не получали влагу, которая им нужна. Следовательно, они покрываются фиброзом, который разрастается, далее идет протрузия, затем грыжа. А вот, кстати, да, мы говорим про протрузии, грыжи и так далее. А что касается, если зажался седалишний нерв? Вот я даже на своей практике вроде веду активный образ жизни, постоянно куда-то хожу, бегаю, но совсем недавно просто убирала квартиру. И просто села на диван, и в какой-то момент поняла, что встать не могу. Даже при небольшой физической нагрузке, если у вас грыжа есть в позвоночнике, неудобное положение могут вызывать сильную боль. Это как может отдавать любую боль в ноге. Нужно обратиться к специалисту, к неврологу. Далее сделать дообследование МРТ поясничного отдела позвоночника, где мы можем выявить либо протрузию, либо грыжу. Рекомендовано лечение. Лечение проходит в течение двух месяцев. Это может быть противовоспалительные препараты, хондропротекторы, сосудорасширяющие препараты, ЛФК, массаж только после снятия болевого синдрома и физиолечение, если нет предпоказаний. А есть ли операционный метод? Были такие у вас случаи, когда вы говорите, что кроме операции... Операционные методы могут быть в тех случаях, когда имеется корешковый выраженный болевой синдром, если у человека есть нарушение тазовых функций, если, например, отдающая боль в пояснице с радиацией в любую ногу, то есть у нас повисла стопа, то нужно срочно обратиться к нейрохирургам, которые вам рекомендуют оперативное лечение. С какими заболеваниями к вам в основном поступают пациенты? С транзиторной ишемической, так и с геморрогическими инсультами, с ишемическими инсультами. А кого больше, все-таки взрослых или молодого поколения? Ну, сейчас 50 на 50, можно так сказать. Почему так происходит? Почему вот именно 50 на 50? Раньше в основном это только, я так понимаю, было только взрослое поколение? Да. А вот какие вообще симптомы и причины заболевания у молодых людей? У молодых может быть высокое давление, которое не контролируется, лишний вес, неконтролируемое давление, уровень холестерина тоже обязательно. Но надо своевременно проходить диспансеризацию, чтобы выявить заболевание и вовремя обратиться к врачу. Мы с вами поговорили и про протрузии, и про межпозвоночные грыжи и так далее. Но давайте все-таки конкретно поговорим, чем же на самом деле занимается невролог. Потому что у нас люди приходят к неврологу и считают, что это может быть нервы в голове, там еще где-нибудь. Но чем на самом деле занимается врач-невролог? Врач-невролог занимается диагностикой, профилактикой нервной системы и опорно-двигательным аппаратом. То есть, в принципе, всем нашим телом в целом? Да, только не надо немножко путать с психиатром. Психиатр лечит психические расстройства, а невролог непосредственно лечит заболевания нервной системы. В основном обращаются люди, это может быть головокружение, нарушение координации движений, также симметрия лица, онемение конечностей, боль в позвоночнике, боль в голове, снижение зрения, потери сознания, судороги, тики. То есть, жалоб очень много на самом деле. Как часто нужно посещать врач-невролога? Ну, если у вас какие-то возникли жалобы, например, выраженная головокружение, выраженная головная боль. То есть, в основном это для профилактики, соответственно, если уже прям конкретно что-то заболело? Я думаю, скорее всего, да. Но я думаю, сначала обратиться к специалисту-терапевту. Если он уже выявит какие-то заболевания, которые непосредственно нужно обратиться к неврологу, то он вас рекомендует консультация невролога. Наталья Николаевна, вот у меня еще такой вопрос. У пациента частные головные боли. Выпить там таблетку, да, все пройдет. Выпить таблетку, все пройдет. Лечатся вообще такие заболевания, головная боль просто дома, на дому? Или уже вообще в каких случаях головные боли, в каких случаях нужно обращаться уже к врачу-неврологу? Если выраженные головные боли, да, они могут сопровождаться также с неврологической симптоматикой, с тошнотой, рвотой, то, конечно, в свое время обратиться к неврологу. Невролог вас обследует, назначит дополнительное обследование, например, вот МРТ головного мозга или КТ головного мозга, вот, чтобы выявить какое-то заболевание. Зачем нужно делать вообще КТ и МРТ? И вообще в каких случаях? Это КТ головного мозга, МРТ головного мозга, да, ну, или позвоночника, да, делается с целью диагностики. Сначала пациент обращается к специалисту, который его осматривает, обследует, жалобы, да, интересующиеся анамнез, то есть выявляет, да, и на основании этого всего назначают дополнительные методы исследования. Еще вот давайте мы с вами развеем или подтвердим, может быть, миф. Многие люди, мы все говорим, что нервные критки не восстанавливаются. На самом деле это правда или миф? Это очень сложный и спорный вопрос, потому что нервные клетки имеют очень сложное строение. Процесс этот медленный, длительный, это спорный вопрос. То есть здесь нет конкретного ответа, получается, да? Наталья Николаевна, расскажите, как научиться контролировать себя? Как вообще научиться контролировать свою нервную систему? Можно посчитать до 10, вдох-выдох, отстрагироваться от общества, побыть наедине. Ну и еще, наверное, сходить свежим воздухом подышать, да? Воздухом подышать обязательно, да. Побыть с собой, послушать музыку, там, да? Некоторые, кстати, говорят, что вот полезно еще побить боксерскую грушу. Выбивают все... Я с этим согласна. Кто лечит заикание? Заикание логоневроз лечит логопеды, психотерапевты и специалисты по развитию речи. В основном это заболевание проявляется, ну, заикание, в возрасте от 2 до 6 лет. Вот, нужно своевременно обратиться к врачу. В возрасте от 5 лет, это занятие, да, со специалистами, можно полностью излечить это заболевание. То есть, ну, это можно действительно сказать, что это только к логопедам, психологам, но к неврологу здесь нет никакого отношения? Нет, нет. Подскажите, в каких случаях стоит обращаться к неврологу, а в каких случаях к психиатру? Все узкие специализации, что невролог, что психиатр. К неврологу обращается в основном с симптомами – это головокружение, головные боли, нарушение координации, тики, судороги, головные боли, боль в спине, а не менее конечностей. К психиатру обращаются в основном люди, у кого тревоги, панические атаки. Но своевременно нужно выявить тоже заболевание к психиатру. То есть, сам человек должен понять, сможет ли он обратиться к психиатру или нет, или окружающие люди. Например, если у пациента есть галлюцинации, тревожность, есть способность к суицидальным попыткам. То есть, в основном, это действительно мы должны разграничивать понятия даже сами, да, когда мы понимаем, когда нам нужен психиатр, а когда нам нужен невролог. Однозначно. Лечится ли вообще деменция? Такой вот вопрос. Не то, что сказать, что оно лечится, и нельзя его излечить. Это как хроническое заболевание. Есть даже курсы, например, пациента и родственников по заболеванию и деменции. Нужно также контролировать физическую активность таких пациентов, контролировать артериальное давление, уровень холестерина. Есть специальные занятия, ЛФК, физиолечение. То есть, в основном, действительно, это все зависит от нашего мозга и от нашего понимания, да. Чем больше мы будем наш мозг тренировать, тем меньше будет шанса, да. Это способность работы мозга, наша будет лучше. Наталья Николаевна, спасибо вам за такую интересную, полезную, даже где-то очень даже веселую беседу. Мы с вами еще раз обязательно встретимся и поговорим еще на более интересующие вопросы нашего населения. Спасибо большое. Ну, а с вами была программа «Про здоровье». Берегите себя и своих близких.